Глубоко уважаемые коллеги, позвольте коснуться проблемы с позицией гинеколога. То, с чем сталкивается гинеколог при консультировании больных раком молочной железы. И вот те проблемы, которые могут случиться и которые приходится решать совместно и гинекологу, и мамологу для вот этих вот женщин. В первую очередь это осложнение на фоне гормонотерапии, это максифеновое осложнение, и гиперплазия эндометрия, и кисты яичников, то, чего прекрасно коснулось в своем выступлении Евгения Владимировна. И вот эти вот проблемы овариальной супрессии, приводящие к лимактерическим расстройствам и остеопорозу. Но в большей степени в своем выступлении хотелось бы коснуться вот этого второго пункта, сохранения фертильности молодым пациенткам, поскольку вот этих вот первого пункта достаточно емко и хорошо было освещено в предыдущих выступлениях. Поэтому в отношении вот этих вот первых аспектов позволило себе привести здесь рекомендации «Русска» 2016 года, которые перекликаются с рекомендациями ЭСМА и НССН, и которые сейчас опубликованы в 2016 году, где в соавторах есть наши коллеги, в том числе Татьяна Юрьевна Семиглазова, участвовал в обсуждении вот этих вот рекомендаций принятия решения. И эта таблица для мамологов, наверное, это азбучная истина, но поскольку здесь гинекологи присутствуют, поэтому позволила себе оставить этот слайд. В качестве одевантной гормонотерапии используемые препараты антиэстрогены, тамоксифен, и вот здесь вот подчеркнуто, что могут использоваться независимо от функции яичников. Если необходимо использовать ингибиторы ароматазы, здесь перечислены препараты. Для гинекологов нужно помнить, что в основном назначается в постменопаузе. Если есть необходимость, как уже вот в дискуссии было сейчас обсуждено, назначать ингибиторы ароматазы, то необходимо вызывать искусственную менопаузу. Чем? Агонистами гонадотерапин-релизинг гормона, или агонисты, или аналоги называют это синоним, те препараты, которые назначаются в пременопаузе при необходимости вот этой авариальной супрессии. И вот здесь же в этих рекомендациях прописано таким вот образом, может быть, они поменяются впоследствии. Но вот в отношении авариальной супрессии, когда это необходимо в каких-то обстоятельствах назначать, то здесь вот таким образом, видимо, ссылаясь на варианты метаанализов, срок в реальной супрессии, оптимальная продолжительность не определена. Обычно назначается на срок 2-5 лет. Почему и возник вопрос, наверное, в дискуссии, поскольку гинекологи сталкиваются с назначением агонистов гонотропин-релизинг гормона, в основном это гинекологические ситуации, в основном это доброкачественные ситуации, и ограничение вот в гинекологической области, ограничение обычно идет 6 месяцев. После 6 месяцев обсуждается необходимость продолжения назначения агонистов, поскольку достаточно серьезный побочный эффект. Но здесь идет вопрос об онкологическом процессе. Вероятно, вот эти вот рамки раздвинуты до более таких длительных периодов, но, учитывая это, обязательно следует обращать особое внимание на отдаленные нежелательные эффекты. Вот и остеопороз женщин, длительно получающих эти препараты, и обязательно в рекомендациях прописана ежегодно денситометрия, профилактическое назначение препаратов кальция, витамина D, а также, возможно, бисфосфонаты, но по показаниям. То есть здесь акцент на этом стоит. В отношении проблем, возникающих со стороны эндометрия у женщин, принимающих тамоксифен, в рекомендациях прописано, что женщины, получающие одевантный тамоксифен, должны осматриваться гинекологом ежегодно. И любые патологические состояния подозрительные в отношении рака эндометрия требуют своевременной диагностики. Да, действительно, в отношении рисков развития рака эндометрия, здесь вы видите перечислены вот эти факторы риска, метаболический синдром, соматические факторы, ожирение сахарного диабета, гиперэстрогения, и в том числе прием тамоксифена увеличивает риск развития гиперплазии и рака эндометрия. Но большинство работ описывают, если выявляется рак эндометрия, то это более локализованная стадия и более благоприятное течение. И в связи с этим рекомендуется таким вот образом рутинное выполнение УЗИ биопсии эндометрия или диагностическое выскапливание в отсутствие жалоб не проводить у пациенток, получающих тамоксифен. И в отношении, если выполнено УЗИ, в отношении стандартов, границ, размеров вот этого толщины эндометрия остаются дискуссионными вот эти вот размеры толщины эндометрия, опираясь на которые нужно или не нужно гинекологу направлять пациентку на гистероскопию или выскабленные полости матки. По стандартам, если это преминопаузальная женщина, то на максимальная толщина эндометрия 15 мм, если это постминопаузальная женщина, то всё-таки опираются на цифру 5 мм. И вот видите на слайде, здесь продемонстрирована гиперплазия на фоне тамоксифена. Это, в общем-то, достаточно плотная такая кистозоподобная гиперплазия без каких-то вот экзофитных новообразований, достаточно толстая. Здесь вот видите на срезе множественные железы вот этого вот утолщенного эндометрия, и здесь вот срезан уже до уровня миометрия, вот эта вот гиперплазированная эндометрия. В отношении такого актуального момента, в отношении преминопаузальных пациенток, страдающих любым онкологическим заболеванием, в том числе раком молочной железы, в настоящее время уже все пришли к выводу, что онкологи, гематологи перед началом противополевого лечения должны направить молодых пациенток к гинекологу для решения вопроса о возможности сохранения фертильности. Да, онкофертильность, вот эта проблема достаточно актуальна. Здесь возможности ее оправдать и каким-то образом выйти на репродукцию может быть выполнена и на фоне лечения, и на фоне беременности, и после лечения, но наиболее актуально, конечно, если есть возможность этот вопрос решить изначально до начала лечения. И вот здесь представлены технологии сохранения фертильности, превентивные, консервирующие, превентивные, как вариант, агонисты, гонадотропин-релизинг гормона, орган сохраняющие операции, консервативное лечение это в отношении гинекологических опухолей, но и еще технологии сохранения фертильности, консервирующие ВРТ-технологии, криоконсервация, эмбриона, ацета и ткани яичника. Для вас не секрет, что, к сожалению, такой факт, что образование половых клеток ДНО в яичниках не происходит. То есть если на 20-й неделе внутриутробного развития у девочки 7 миллионов агоний, к рождению это число снижается резко до 2 миллионов агоний, к периоду менархии это всего лишь 400 тысяч аоцитов, а к моменту регулярных месячных, то есть репродуктивного периода, это только 300 тысяч аоцитов. То есть вот это число постоянно уменьшается. Естественно, токсичное воздействие химиотерапевтических агентов доказано на ткань яичника. И вы видите химиопрепараты с высоким риском токсического воздействия на яичники. Это циклофосфамид, промежуточный риск цисплатин, ну и с низким риском перечисленные препараты. И, кроме того, худший эффект на ткань яичника происходит, чем старше женщина. То есть чем моложе женщина, тем перспектива в плане яичника лучше, но чем старше, выход в преждевременную менопаузу выше. Тут процентные соотношения 20 против 80, 19 против 70. У женщин моложе 30, старше 40 лет. То есть статистически достоверная, конечно, разница в худшей ситуации более старшие пременопаузальные женщины находятся. Токсичное воздействие химиопрепаратов воздействует в основном на быстро пролиферирующие клетки. То есть на уровне приантрального фолликула, антрального, преовуляторного фолликула. То есть вот эти клетки, быстро растущие, на них и происходит воздействие химиопрепаратов. Идея использования в качестве протекции яичников против вот этого негативного воздействия химиопрепаратов, идея использовать агонисты галатропин-релизингормона основана на том, что они приводят к анавуляции, к снижению кровотока в яичниках и снижению роста фолликулов. И еще в 2008-2009 годах было продемонстрировано, да, в выигрышной ситуации оказываются пациентки, получающие агонисты галатропин-релизингормона на фоне химиотерапии. Видите, восстановление овуляции 70 против 25%. И дальше по данным метаанализа не получили однозначного ответа. Видите, достаточно разнородные разбросы вот этих вот результатов по восстановлению менструальной функции. Большинство в сторону за то, что агонисты галатропин-релизингормона благоприятно будут воздействовать и защищать функцию яичника. Но есть и публикации, которые не подтверждают эти данные. И в основном эти данные среди пациенток с лимфопролиферативными заболеваниями. А в отношении пациенток раком молочной железы и использования среди них агонистов галатропин-релизингормона здесь есть два исследования. Вот это вот исследование PROMIS третьей фазы среди гормоноположительных пациенток, рецепторов позитивных. Это эстроген и прогестерон позитивных рецепторов. Большинство из них получали тамоксифен порядка 70%, но в то же время одевантно-неодевантные химиотерапии. Вот этим пациенткам была одной группе только химиотерапия, а другим пациенткам с протекцией агонистами галатропин-релизингормона. И по первым предварительным результатам через год после анализа получили, что в выигрышной группе оказались пациентки там, где были агонисты галатропин-релизингормона. Это по невосстановлению менструальных функций 25 против 8. Однако дальше такой более отдаленный анализ, когда посчитали кумулятивный расчет частоты восстановления менструальной функции, да, тенденция была лучшая в группе, там, где использовались агонисты, но без статистической достоверности, видите, 0,07. По количеству беременностей среди, опять-таки, вот этих вот пациенток рецептора позитивных, да, было больше беременностей в группе пациенток, которые получали агонисты, 8 против 3, но на круг тоже статистической достоверности не получили. Это в отношении именно рецептора позитивных пациенток раком молочной железы. А вот в отношении рецептора негативных пациенток раком молочной железы – это исследование третьей фазы по УЭМС, и здесь-таки как раз получили вот эти вот выигрыши при использовании, при протекции агонистов на фоне химиотерапии. То есть здесь все пациентки рецептора негативные, и вот здесь на круг получили выигрыш достоверный среди пациенток, которые получали агонисты, и в сравнении с теми, которые не получали. 22 против 8, то есть статистическая достоверность получилась по функции яичниках. Но что важнее, получили достоверное преимущество по количеству беременностей в группе пациенток, те, которые получали химиотерапию совместно с агонистами гонадотерапин-релизин гормона, 22 против 12 беременностей. И вот этот вот достоверно выигрыш был продемонстрирован в группе пациенток, рецептор негативным, рецептор отрицательного рака молочной железы. И поэтому вот в 2015 году подавляющее большинство экспертов поддержали медикаментозное подавление функций яичников во время химиотерапии по поводу рецептора отрицательного рака молочной железы с целью профилактики преждевременной менопаузы. И в конце о такой возможности сохранения фертильности, как криоконсервации ацетов, эмбрионов, тканей яичника. Но целесообразно молодых пациенток отправлять к репродуктологу, в первую очередь для оценки овариального резерва у этих пациенток, то есть овариальный резерв, функциональный запас яичников, определяющий способность генерации здорового фолликула. И для оценки овариального резерва используют вот этот вот стандарт из трех пунктов состоящий, то есть определение концентрации антимюллера, гормона, подсчет количества, оценка диаметра антральных фолликулов по УЗИ, определение объема яичников методом трансфагинального УЗИ, и действительно антимюллеров гормон, уникальный маркер старения яичников, и он действительно будет понижен при яичниковой недостаточности. Объем яичников в совокупности с этими данными тоже будет показательный, то есть объем яичника менее 3 см будет свидетельствовать недостаточности овариального резерва. И также оценка числа антральных фолликулов тоже будет показателем оценки овариального резерва. И далее приступают при оценке за и против, взвешивают необходимость криоконсервации ацетов. Да, действительно, хорошие результаты при криоконсервации ацетов получают 90% жизнеспособности, фертилизации после разморозки ацетов, что говорит о 30% возможности рождения ребенка. Да, хорошие результаты в репродукции, малоинвазивный метод, но минусы, да, откладывание химиотерапии, высокие уровни эстрогенов. То есть идея сначала идет стимуляция овуляции, дальше трансвагинальная пункция фолликулов, ну дальше эмбриологический этап, дальше лечение злокачественного заболевания, ремиссия, и дальше уже вопрос переноса эмбриона в полости матки и дальше выход в беременность. При стимуляции овуляции используют гонадотропины, используют агонисты гонадотропин-релизингормона и используют антагонисты гонадотропин-релизингормона. По протоколу в РТ-технологии есть короткий протокол, то, что больше подходит для онкологов, то есть с третьего дня менструального цикла длится 10-12 дней. Есть еще длинный протокол, но менее подходящий, он длится около 3-4 недель. Есть вариант в естественном цикле, но сразу же хочу подчеркнуть, что выход в эффективность 0-10%, то есть эффективность крайне низкая. И вот этот приказ от 2012 года, 107Н, благодаря которому мы можем направлять онкологических пациенток для ВРТ-технологии за счет вот этого пункта, то есть разрешается, то есть противопоказания, да, ВРТ-технологии противопоказания для использования среди онкологических больных, но с 2012 года появилась вот эта вот оговорка, что при наличии в анамнезе злокачественных новообразований вопрос о возможности использования ВРТ решается на основании заключения врача-онколога. И остро ставился вопрос именно ВРТ-технологии среди больных раком молочной железы. Это вот публикации 2008 года, не опасно ли использовать гиперстимуляцию больным раком молочной железы до начала лечения? На мой взгляд, вот этот автор Азим с авторами ответил на этот вопрос, где на основании вот этого исследования среди 80 пациенток, где на послеконтролируемой стимуляции яичников среди больных раком молочной железы рецептора позитивными, в коротком цикле была выполнена стимуляция яичников, забор яйцеклиоцита или эмбриона, если есть половой партнер у пациентки, и дальше лечение у этих пациенток. И в итоге то, что волновало больше всего, беспрогрессивная выживаемость, одинаковая что в группе после ВРТ стимуляции яичников, что в контрольной группе не худшие результаты. Ну и совсем в заключении вот этот вот экспериментальный метод консервации ткани яичника, то есть это в каких-то эксклюзивных случаях возможно его использовать, когда используется ткань, когда нет возможности для стимуляции яичника, когда забирается ткань яичника, подвергается криоконсервации, затем впоследствии эта ткань яичника в ремиссии уже будет подшита на оставшийся яичник и дальше может быть выполнена стимуляция этого яичника с забором яйцеклетки и в дальнейшем планирование беременности. Таким образом, да, проблема онкофертильности среди молодых пациенток, больных раком моложественной железы актуальна. Конечно, планирование деторождения одна из основ современной цивилизации, но, конечно, решение должно быть взвешено и коллегиально. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Елизавета, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что при рецептор негативных опухолях использование органистов оказалось более эффективным в последующем. Вы это связываете без чем? Что эти опухоли, эти пациенты получали иной вид терапии или это какая-то биологическая проблема? Спасибо. Хороший вопрос. Я вот как раз, когда готовила доклад, у меня как раз вот этот вопрос крутился в голове. Возможно, скорее всего, вероятно, есть какая-то связь с более токсичным лечением у вот этих пациентов рецептор негативным. Но тут трудно сказать, поскольку совершенно разнонаправленные исследования и разные рукава вот этого исследования, то есть тут сравнить не получится. Спасибо. Ну, я могу так сказать, что, во-первых, там, где были положительные рецепты эстрогенов и назначался тамоксифен, надо иметь в виду, что сам тамоксифен обладает терротогенным эффектом и как бы не рекомендуется вообще временность или не дождаться окончания приема тамоксифена и так дальше. А вот то, что вы составили на Сан-Гален, что эксперты рекомендуют использование вот аналогов релизин гормонов и как бы во время химиотерапии, то есть большинство экспертов, значит, там, если подробно почитаю, я сам эксперт Сан-Гален. Значит, подробнее почитаю, там написано, для чтобы, во-первых, больная была предупреждена о терротогенном эффекте большинства химиопрепаратов, вот, все это касается ранних стадий заболевания, значит, точной оценки прогноза и оценка, так сказать, по онкотайпу, что эта пациентка проживет не менее 10 лет. Вот в этих условиях, значит, как бы эксперты поддержали. Ну, это, в принципе, честно. Потом, конечно, то, что вы подняли такие важные вопросы, да, это очень сложная тема и она всегда вызывает дискуссию, но, во всяком случае, это очень важная информация. Спасибо большое.